как-то смотришься высоко и не понимаешь а что случилось почему тачка стала как стандарт но чуть-чуть морда занизим занижена странно лобовое на уровне пояса такие стойки еще интересные здесь так вот я пильнул пружины пильнул сейчас я покажу насколько пилю вот настолько была у меня морда 30 сейчас 24 а жопа стал 25 так вот что я могу сказать я был поражен что я стяжки не смог сжать я был поражен я разогнул частично стяжки а потом их бил вот но решил не рисковать и когда машина стояла я открутил гайки приподнял стойки выпали все отлично что хочу вам сказать колеса завалились естественно машина стала ниже ниже насколько это возможно но gz стал такой низенький что это дает это дает нормальный внешний вид тачки так не могу широко угольную камеру включить ничего теперь есть смысл вырезать задние арки потому что она вот так вот лежит на них то есть лежит на внутренней части ну не совсем лежит как бы норм тачка по порогам стала теперь нормальной длина везде 1 на пороге по дорожному просвету посмотрим что имеем мы по дорожному просвету вообще все отлично самая нижняя точка балка рулевой больше ничего не торчит кардан торчать не будет ничего торчать не будет рычаги стали на свой уровень который они должны стоять по заводу и теперь привод из центра колеса пойдет прямо 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 в мотор и туда он там отверстие теперь ничего не будет черкать все будет нормально далее у нас развал появился с этой стороны новые рычаги идут на время того чтобы катать вперед-назад я их разрезал выпрямил и заварил вот чтобы катать по гаражу был удобней ну чтобы здесь не чиркало потому что здесь вот точно такое же расстояние сейчас вот собственно имеем что имеем тачка такая прям интересно если вот смотреть издалека кракен получается так что вот так очень интересный автомобиль мотор относительно земли с небольшим наклоном наверх конечно же можно его сделать вниз поменять стоковые подушки на им будет спортивные чуть ниже по высоте чем те которые есть сейчас соответственно придется может быть что-то пилить потому что здесь будет низко может быть придется выпиливать щит а у щит но мне пока и так все нравится все устраивает все норм теперь тачка стоит ровно не задрата морда не опущена жопа теперь как мы выяснили к дорожный просвет у нас будет после запил 1 витка можно обваривать до конца стаканы приваривать их кузову аналогичные с этим пепелацам будем поступать потом сделаем лонжерончики на этом все перейдем на заднюю подвеску сегодня вечером вот у меня один день сегодня свободны за один день можно снимать контента на неделю всю неделю смотреть и радоваться жизни а здесь парни бы панщики выпиливали тоннель для моста но так как здесь моста больше нет и выпилили то что мне мешалось я поднял всю подвеску выше сейчас я включу свет вот я эту подвеску поднял выше здесь же у нас стоит штука которая в мост упирается и смотрим тоннель у нас со смещением нам придется здесь ну можно зашить сплошняком вообще здесь нам ничто не нужно а там вырезать потому что этот лонжерон который идет коробка видно плохо но видно со смещением и нужно это смещение будет вырезать и зашить под наш редуктор медные трубки у меня здесь есть тормоза будут полностью на медных на новых трубках топливная будет на шланге н-8 все как положено естественно обратно может быть будет на н-6 вот пока еще не решил бензобак будет из листа алюминия сварен будет здесь у него будут как бы противоотлива если захочу подрифтить вот и общий выход под два насоса опять же лежат там регулятор топлива естественно будет под капотом тут я все предусмотрел топливо у меня будет подниматься здесь по шлангу тут будет стоять регулятор топливный и от регулятора естественно пойдет две подачи в рампу обратка пойдет также с рампы и и туда вниз это все будет позже сначала нужно доделать кузов вот по тормозной системе хочу вам сказать пару моментов педаль будет стоять вот так можно сказать она одна пока что я прихватил пока на две точки вот так будет работать тормоз вот педаль я сделаю вниз заверну перегрею прогрею и все она уйдет на будет там под капотом торчать ничего не будет техническая жидкость тормозуха будет заливаться вот здесь то есть тут будет все зашито а вот здесь можно будет так открутить и бачоком ну бачок залить сюда тормозуху и все руль остается нас вот здесь здесь я допилю угол никак не допилю этот и зашью все красиво чехольчиком вот как только я все зашью будет первый выезд после первого выезда я буду все разбирать проваривать красить усиливать чтоб все были счастливы морда будет скорее всего съемная потому что это автоспорт и сами понимаете джейз этот мотор надежно когда в руках неопытного человека может произойти все что угодно также будет здесь выхлоп выхлоп будет пока вот такой страшный но за неимением нержавеющей трубы которая очень дорого стоит 76 диаметр и такое тоже сойдет в общем что то вот так по поводу электропроводки здесь ее нет самый оптимальный вариант используя штатный резиновый чехол можно так сказать переход из моторного щита который идет сюда как бы да можно вазовский использовать просверлить отверстие круглые и из штатную резиночку используют сюда и провода будут максимально короткие и они пойдут прям как следует либо используют заводскую и чтобы проводка та которая сделал новую под марка подошла сюда болт он просверлить здесь отверстие прикрутить штатно и протянуть по штату но это будет лишняя длина проводов это мы еще посмотрим я как бы заказал все разъемы на новую проводку и будет полноценная проводку от и до без разрезов соединений всяких других вещей чисто как это правильно сказать болт он проводка вот ну чисто под эту машину и все в общем сейчас все собираем разбираем точнее сзади ставлю седуху скидываю все с тачки и выкатываю машину чтобы развернуть пока какой-нибудь снег не пошел дополнительно вот здесь тоже все нужно же забрать сейчас я съезжу за металлом куплю тоненький профиль квадратный чтобы сделать морду чтобы на морду поставить крылья также переднюю юбку мне нужно прикинуть вот юбку нового новые крылья а нужно прикинуть капот как будет стоять для капота изготовить болты с гайками ну чтобы он прикручивался как бы просто сверху ложился на всю эту конструкцию все бы хорошо у всех так что имеем чу имеем после завершения всех действий будет фотка вот ну естественно это будет уже где-то через пару дней то есть я с мордой займусь сегодня занимаемся жопой варим распорку на жопу из трубы пока еще не решил какой но мне нужно максимально надежность так что примерно где тут так получился такой неплохой ролик 10-минутный выговорился я долго не разговаривал работал теперь хотя бы можно что-то распорка будет от центра труба отсюда пойдет туда вот в эту точку здесь будут косынки вот так вот вверх вниз 4 штуки может быть три вот потом от этой распорки я планирую пустить еще косынки вот сюда то есть отсюда сюда и отсюда сюда как бы добавить дополнительно жесткость кузову каркас нужен будет с документами каркас документами стоит дорого буду потихонечку копить откладывать я не знаю может быть в этом году и не попаду на соревнования официальные а так хотелось бы поучаствовать везде но нужен машин доделать в любом случае отдыхать нет времени нам нужны результаты постоянно в голове и 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 i Solid и вот так выглядит мой автомобиль со дна переваривать пороги соединители потому что днище новое вот так подходят лонжероны к задней части ну как бы лонжерон лонжерон и здесь лонжерон бронжерон здесь будет резонатор висеть то есть по дорожному просвету идеал лучше не придумаешь вот так кардан пойдет это тоннелек немножечко порежется вот так и расширится просто сделает сширить все отрежу эти лонжерон я тоже пилю и у нас отсюда лонжерон по дну вот здесь пойдет вот сюда креплению балки будет штатно здесь крепление как на заводе вот атака тестовый дел они уже отвалились на секульках были вот так же здесь будет вырезан под выхлоп пойдет выхлоп штатно банка пойдет здесь сюда и здесь как у всех будет банка вот такой вот у меня проект и аналогичным образом здесь тоже тот все уже приварено как . это все срежется спилится этого не будет лонжерон будет идти до суда здесь быть профиль 60 на 60 здесь позволяет как бы расстояние снять такой размер ну и все а это все переварится это все куплю скорее всего завтра буду переваривать вот естественно и полы тоже все здесь все гниль обрежу и все тут тоже все поменяю потому что меня это не устраивает но я железо проложил чтобы она была просто если хоть что-то хоть чего-то не будет это уже плохо а нас уже есть к чему приварить добрался я до задней части автомобиля срезал полы видите играет срезал я полы так чтобы у нас болты были свободны часть домика дорезал чтобы не мешался и здесь буду варить уже как вы понимаете крепление для задних подушек это очень ответственное занятие так как мощность будет достаточно большая по моему опыту на бмв подвески очень любят все дело вырывать нам нужно сделать надежный я приварил распорку между стаканов вот она идет такая красивая и от распорки сюда пойдут тяги бархатные пойдет труба отсюда сюда загиб вниз потом между ними распорка будет и что-нибудь дополнительно я думаю можно будет завязать к этим стаканом то есть так и так я думаю это будет правильно чтобы вправо-лево не смещала заднюю подвеску вот она будет стоять жестко либо наискось так сделать и потом еще сюда ну такой якобы каркас чтобы тянуло именно вот за стоечки за кузов за все вот это тянуло а не чисто за кузов чтобы нагрузка между стойками и кузовом была равномерная даже я бы сказал так что чисто за верх стойки чтобы кузов не вытягивал ничего не вырывала я бы поднял подвеску выше вот но там вот эти лонжероны их еще не сделал поэтому пока сделаем крепление для задних подушек и потом будем уже думать по передней части как все выведено я вам уже показывал поэтому остается только ждать что вы думаете